Микрофон номер один Говорит, после того, как мы столько много слышали о Роди Хуки, на какой стадии находятся его дела и услышали ли что-нибудь об адресных проектах в Австралии? Австралия очень сложная страна для работы. Там все зарегулировано очень сильно. Допустим, то, что мы решили в Эмиратах за полгода, мы не сможем решить и за три года в Австралии. Что мы решили сделать в Эмиратах в 6 месяцев, мы не сможем сделать в Австралии в 3 года. Поэтому в остальном идет работа рекламного плана, информирование о том, что есть замечательный проект. Эта работа ведется и вот Хуки хорошо выполняет эту работу. А вот с адресных проектами, допустим, у нас было предложение сделать адресный проект в университете. Какое построило предложение? Вы постройте нам дорогу за свой счет, но если нам дорога не понравится, вы должны ее снести за свой счет. Как вы думаете, мы будем такой адресный проект делать? Как вы думаете, мы будем такой адресный проект делать? Как вы думаете, мы будем выполнять такой проект? Я понимаю, что государство трудно работать с этим, и есть много черного тапа. Но проекты, которые мы имели в place, они были поставлены в ходу, потому что они были куплены. Будем вы вернете в Австралию с проектами Родхук в будущем? Я до всех переведу. Он говорит, очень жаль, да, в Австралии очень много бюрократии, тяжело работать, но все-таки есть ли шанс какой-то, что будет продолжена работа над теми конкретными адресными проектами, помимо этого, которые начинал в Австралии Родхук? Да, но шанс же не от нас зависит. От меня зависит технология, а не реализация. Реализация зависит от других, от тех, кто продвигает проект. Понимаете, так делайте эту работу. Найдите проекты. Найдите инвестиции. И мы реализуем проекты. Одно из предложений по Австралии еще десять лет назад давал. Правительство Австралии дважды как бы озадачилось тем, чтобы построить скоростную дорогу, скоростную дорогу Мельбурн, Сидней и Брисбен. И даже платили 30 миллионов долларов за исследование. Там, кто выиграл тендер. Было сделано это исследование. Там даже упоминается струнный транспорт. Там говорится о том, что это такая интересная инновация, но пока еще ничего нет, поэтому мы ее не рассматриваем. И выбрали проект скоростной дороги по японским технологиям. А когда посчитали сколько это будет стоить, восемь миллиардов долларов, то прослезились и закрыли проект. И когда их cost was calculated, it was about eight billion dollars, so they started to cry and close the project. Мы дали предложение, я давал, за эти деньги восемь миллиардов долларов построить кольцевую трассу вокруг Австралии. С двумя диагональными трассами. Это изменило экономику Австралии, подняло обе уровень, как автомобильная дорога кольцевая. Она разы в экономику подняла Австралию. И лет десять жду ответа. Отправись из Австралии. От губернаторов там штатов. Ответов никаких нет. Ну что, мы бы должны навязывать. Так что, мы не можем уничтожить нашу технологию.